У вас есть дети? Они ходят в детский сад? Тогда для вас есть новость. По новому закону об образовании платить за питание ребенка в государственном детсаду вы теперь будете самостоятельно. Минфин это уже подтвердил, как и Министерство образования. Правда, Минобраз пока точно не знает, как будет работать этот закон и уверяет, что норма об оплате питания пока не вступила в силу. Но в августе 2024 года она должна заработать. Пока все остается по-прежнему. Родители оплачивают половину стоимости питания, другая половина оплачивается из бюджета местных органов власти. Однако в соцсетях и мессенджерах распространилось обращение руководства одного из детских садов к родителям, где говорится, что теперь родители сами должны оплачивать питание. В этом сообщении руководство ссылается на решение Минфина. Эту информацию предоставила один из родителей. Уже дело дошло до детских садов. Оплату за проезд подняли. На базарах цены просто ужас. Зарплаты маленькие. В детсадах уже государство отказывается помогать. Это куда мы катимся? Прошу государство отреагировать и не делать так. У обычных простых граждан, у которых от трех детей и выше, просто не хватает финансов, а вы еще этими делами занимаетесь. Раньше питание детей в государственных детских садах оплачивали пополам. Половину родителей, а вторую государство. Кроме того, финансировать питание детей также можно было за счет взносов юридических и физлиц и прочих взносов, не нарушающих закон. По нормам 2008 года на питание одного ребенка государство выделяло 18 сомов в день. Еще 18 платили родители. Сейчас этого маловато, не так ли? Поэтому по информации Минобраза, согласие родителей, сумму увеличили в зависимости от региона и цен на продукты. В день на ребенка родители и государство выделяли от 60 до 120 сомов. Теперь по закону оплата полностью ляжет на родителей. Условно, за 20 учебных дней на питание одного ребенка родителям нужно будет найти от 1200 до 2400 сомов. А если в семье несколько детей, то и сумма возрастает. Так что понять негодование родителей на фоне роста цен можно, особенно, когда их доходы, в отличие от цен, не растут. После того, как на ситуацию стали жаловаться родители и это осветили в СМИ, зампред Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что в детские сады ходят дети из обеспеченных семей, и государство их кормить не должно. В настоящее время охват детей Кыргызстана дошкольным образованием не превышает 35% даже в городах, не говоря про сельскую местность. Попасть в детский сад очень трудно. Попадают в эти учреждения обычно дети с развитыми социальными связями, как правило, из обеспеченных семей. Дети из уязвимых семей остаются неохваченными. Так почему же весь народ должен платить за питание детей обеспеченного класса? Депутаты тоже обратили внимание на детей из бедных семей. Они опасаются, что из-за этого закона такие дети и вовсе не смогут посещать детсады. Поэтому 2 ноября группа депутатов Джулуркуки-Неша инициировала поправки в закон об образовании, чтобы исключить из закона норму о финансировании родителями питания в детсадах. Депутаты обосновывают это тем, что по конституции каждый гражданин имеет право на бесплатное образование, в том числе дошкольное, а значит и на бесплатное питание в них.